всем привет вы на канале дистиллят тв и сегодня обзор очередного коньяка долгожданного коньяка можно сказать так арарат васпуракан шел до меня очень долго все уже были попробованы экземпляры до еревана а галочка в строчке васпуракан отсутствовала не было на него подходящие акции и вот опять дима из москвы дим тебе огромный привет за возможность покупать хорошие коньяки по замечательным ценам купил я этот коньяк за цену в 2000 рублей это отличная цена за 05 бутылочку без акции он около 4000 рублей стоит и за такую цену его конечно надо покупать пробовать давайте нальем и продолжим васпуракан в новом дизайне васпуракан это детище седрокяна его рецептура точнее если сказать не знаю сейчас в новом дизайне в точности ли повторяют эту рецептуру на мой взгляд нет ведь здесь у арарата с новым дизайном появилась до выдержка до выдержка в ахтамаре до выдержка васпуракане до выдержка в двине это те коньяки которые я уже попробовал с до выдержкой и на мой взгляд это самая до выдержка дает негативный момент этим коньякам благодаря этой до выдержки на мой взгляд они теряют свою армянскую принадлежность именно сложный такой интересный яркий сухофруктовый аромат который прибивается на мой взгляд простецкой древесиной мне напоминает этот аромат и вкус выдержку в моих бочках а я напомню у меня бочки небольшого объема 10 самая большая 20 литровая бочка именно по прошествии года полтора я слышу своих дистиллятах эту нотку эта нотка простенького на мой взгляд какого-то вкуса из ординарки и до выдержку я бы не стал делать но кто я такой чтобы рекомендовать такому огромному производителю как арарат а если брать еще объемнее да это же перно рекар что я могу им сказать да не делайте остановитесь так я им должен сказать пожалуй нет они как делали так и будут ее делать к плюсам этого коньяка это конечно же глубина аромата и если раньше я считал что ереван коньяк от этого же производителя как-то выбивается своими вкусами ароматами из всей линейки то теперь я понимаю что ереван похож на васпуракан либо васпуракан на ереван это все будет зависеть от того хотите ли вы похвалить коньяк васпуракан либо поругать ереван такая же сжатость такая же долгая продолжительная пауза перед употреблением чтобы он максимально плотно раскрылся но и даже после того как он полностью раскрывается слышно та самая простенькая нотка до выдержки которая ну на мой взгляд упрощает эти ассамбляже я не пробовал старый экземпляр какой он был может быть он отличался может быть нет но этот имеет основной минус а минусах все пожалуй больше здесь минусов вы не найдете целом коньяк сбалансированный с огромным количеством сухофруктов все они сплетены в один плотный букет баланс по сухофруктам на мой взгляд идеален также есть табак сливочность есть какая-то именно конфеты сливки ленивки либо коровка да еще какие там бывают конфеты и риски они здесь тоже присутствуют ощущение каких-то сладостей халвы щербета чернослив сухой сухой чернослив тоже выплывает есть в нем сушеная сушеная трава и это больше всего похоже на сенные такие нотки в голове всплывают сразу ассоциации точнее рисуются картинки тюк какой-нибудь и на поле лежащий в жару зной такой разогретый и издающий свой аромат может даже где-то слегка прошел легкий дождик и этот аромат во все стороны разлетается при помощи легкого ветерка летнего ну и конечно же аромат напоминающий до безумия перекрученные сухофрукты инжир специальный состав этот сердечный который поддерживает сердечную мышцу которые я благополучно уже много лет забываю делать чтобы вся семья ела надо сделать напомните мне в комментариях пожалуйста ты сделал или нет еще не забудь это очень полезно пожалуй хватит аромате пора попробовать этот коньяк на вкус за ваше здоровье я говорил о плюсах минусах он довольно забористый для кого-то это плюс для кого-то минус для меня это вообще не показатель мне нравится и мягкость когда она в тему и жесткость когда на тему здесь она все в тему вплетено но этот коньяк на мой взгляд не обладает питкостью хотя вы можете поспорить когда ты посмотри ничего себе не питки сколько ты выпил а дело в том что я пытался все время разобраться в нем именно как он питки не питки и я заставлял из-под палки себя хотя рядышком стоял генсак который бы я с большим удовольствием налил бы к себе в бокал с этим коньяком я пытался разобраться уйдет не уйдет это нотка до выдержки именно дубовая составляющая это основной минус повышенная дубовость в этом коньяке получается так что не зря я искал цену потому что часто его встречал за две с половиной тысячи я считал для себя это оптимальной планкой цена за которую можно брать этот коньяк сейчас я считаю что вы много не потеряете если не попробуйте его с паракан если вы попробуете ахтамар и перепрыгните на наири то скорее всего вас паракан вас никак не удивит если вы своей жизни кроме ахтамара от арарата еще ничего не пробовали то скорее всего этот коньяк вам понравится послевкусие длительное вполне адекватно для араратовских коньяков преобладает горчинка а вы знаете что я любитель горчинки но даже для меня любителя повышенной горчинки это перебор и горчинка не такая уж и вариативная мне конечно интересно ваше мнение как вы пробовали новый релиз этого коньяка и как вам он зашел вкуснее он стал или нет если вы его сравнивали со старым и по старому и по новому мне бы особенно хотелось от вас услышать как вы считаете зря они сделали до выдержку этого коньяка в бочках либо все сделали правильно товарищи наши из арарата я в свою очередь вам рекомендую пить напитки качественные и только в меру до новых встреч пока